Всю технику, которая есть на вооружении у пожарных частей округа, в этот день смогли увидеть желающие. Самыми главными посетителями выставки стали дети, школьники младших классов и детсадовцы. Они смогли не просто увидеть пожарные машины, но и примерить инвентарь огнеборцев. Хотела посмотреть, насколько оно прочное и тяжелое. Ну и как, тяжелое? Да. Потому что я тоже хотела пожарникам стать. Пришли посмотреть, как работать пожарные. Может кто-нибудь встанет, МЧС. Это же наоборот нравится некоторым, спасать людей, много кого там. Детям разрешили побывать внутри машин и немного посидеть за рулем. Но особый интерес вызвала пожарная помпа. Про каждую пожарную машину детям рассказали подробно. Какая техника необходима при маленьких возгораниях, а какая при крупных пожарах. В последнее время парк пожарной части обновляется. Появляются современные машины, как этот аэродромный автомобиль. Его применяют и в Уссурийске для локализации масштабных пожаров. Практически все автомобили отечественного производства. Это новая техника, она прибыла недавно. Преимущество в том, что она не ломается, она безотказная. Ну и уже если на старых автомобилях у нас было воды 2 тонны 300 вывозилось, то на этом уже 3 200. Уже есть как бы разница. В честь 125-летия образования пожарной охраны в Уссурийске личному составу и ветеранам вручили памятные знаки. А недавно сотрудники МЧС Уссурийска стали лучшими в крае на соревнованиях по ликвидации последствий ДТП. Каждый этап отдельно. Отдельно спасатели, отдельно пожарные. Это проводилось в марте месяце в городе Владивостоке с принятием участия команд всего Приморского края, всех отрядов пожарных, которые сейчас дислоцируются на территории Приморского края. И в этих соревнованиях среди пожарных подразделений команда 7-го отряда заняла первое место. Для всех присутствующих провели показательные выступления, где сотрудники МЧС показали свою отложенную работу и технические возможности машин. Ведь нам с тобой, братишка, другой судьбы не надо. Наверное, в огне мы с тобою родились. Наверное, в огне мы с тобою родились. Наверное, в огне мы с тобою родились.